Новые исследования показывают, что у нескольких видов африканских голых землекопов развивается сверхъестественная способность переносить определенные виды боли, включая дискомфорт, вызванный кислотой, перцем чили и горячей горчицей. Эти новости могут в конечном итоге привести к продвинутой обезболивающей терапии у людей. Что ж, пусть голые землекопы и не самые красивые существа на планете, они определенно крутые. Знаменитый голый землекоп, обладающий способностью противостоять раку, нехватке кислорода и, судя по всему, даже самой смерти, представляет собой крайне интересный объект для исследования. Но и среди голых землекопов есть в особенности интересные особи. Новое исследование, которое появилось на днях в Science, показывает, что африканские голые землекопы приобрели нечувствительность к определенным видам боли. Генетические одаренности позволяют этим подземным грызунам процветать в других обитаемых местах, таких как норы, кишащие ядовитыми муравьями. Новое исследование, проведенное Карлийным Дебусом и Олей Эйгенбродом из Центра молекулярной медицины ИМ, Макса Дельбрюка в Германии, является продолжением работы, которая проводилась на голых землекопах в 2008 году. Предыдущее исследование, проведенное Томасом Парком из Университета Иллинойсов Чикаго, показало, что голые землекопы прекрасно переносят боль, вызванную кислотой и капсаицеину, тем самым веществом, от которого острый перчик жжется. Парк также участвовал в новом исследовании, ученые испытали нескольких грызунов на чувствительность к боли, включая 9 видов африканских голых землекопов и обыкновенную мышь. Они хотели изучить молекулярные факторы, ответственные за невосприимчивость к боли, в надежде, что такое понимание может привести к разработке высокоэффективных анальгетиков для людей. В рамках исследований ученые водили три вещества, которые обычно вызывают жжение у людей и других животных. Важно отметить, что эти вещества выбирались непроизвольно, с этими вещами крольчата сталкиваются постоянно. В частности, голых землекопов подвергали воздействию разбавленной соляной кислоты. Аналог ядовитого муравья капсаицеина, этот ингредиент часто попадает в еду для грызунов, ялилизотеоцианата, айтк, раздражитель, который находят в корнях, которыми питаются голые землекопы. На вкус как горчица васаби. Дебус описывает эти вещества как полностью натуральные и не обладающие долговременными токсическими свойствами. Также эксперименты одобрили комиссии по этике в Германии, Южной Африке и Чикаго. Во время поведенческой оценки боли небольшие количество этих веществ вводили в лапы животных. Грызуны ощущали дискомфорт, облизывая или поднимая свои лапки, а сам процесс длился около пяти минут. В общей сложности три не связанных родством вида голых землекопов переносили кислоту, как будто ее не было. Два вида показали нечувствительность к капсаицеину. Еще один вид продемонстрировал уникальную генетическую адаптацию к алилизотеоцианату. Вероятнее всего, животные приобрели эту примечательную черту, чтобы приспособиться к жизни в определенной среде, говорит Дебус. Случай, в котором голый землекоп делится на рой с ядовитыми муравьями, представляет прекрасный пример того, как окружающая среда формирует эволюцию в долгосрочной перспективе. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.